Добрый день, уважаемые любители шахмат, и это рубрика 1001 ничья. И в этом видео я вам расскажу, как гарантированно сделать ничью в защите Фелидора, так называемой основной схеме, где черные получают эту позицию через вариант пирца, а именно по редкам ходов Е4, Д6, Д4, КНФ6, КНЦ3, Е5, белый играет КНФ3, основной ход черных, КНБД7. В целом у белых в Фелидоре есть много ходов, но до этого видео я выбрал достаточно интересный способ разыгрывания дебюта, это ход Ж4. Ну и сразу же, поскольку это редкий ход, как вы думаете, здесь нужно играть черными, чтобы гарантированно сделать ничью. Итак, если вы думаете, что надо сыграть Х6, то это как раз к чему стремятся белые в данном дебютном варианте. Они захватили пространство на королевском фланге, дальше они могут сыграть Х3, например, черные сыграют С6, и белые могут также захватить пространство на ферзевом фланге, затем они могут развиться путем слон Е3, ферзь куда-то и 3-0, после чего, в принципе, куда бы черные не рокировали, они попадают под атаку. Поэтому, в целом, этот гамбит нужно принимать. И КНЖ4 это единственный ход, который дает черным шансы бороться за равенство. Белые играют Вадя Ж1. Но, как вы думаете, нужно реагировать в данной позиции? Итак, приходится играть КНЖ и Ф6. Это лучший ход. Потому что, если вы сыграете ЕД, КНБД4, лучший ход здесь считается КНДЕ5, то после Х3, КНФ6, Ф4, белые заняли центр. Например, КНЦ6, СНЕ3. Компенсация за пешку ощущается. Белых большой перевес в развитии, появилась полуоткрытая линия Ж, белые сделают длинную рокировку, и у них все замечательно. Поэтому, здесь в черном надо, уже в данный момент, готовятся к тому, что они будут делать длинную рокировку, и должны они отбивать угрозы белых. И они начинают это с хода КНЖ, Ф6. Белые играют СНЕ4. Как вы думаете, нужно играть в данной позиции? В целом, нужно отметить, что нужно быть в этой позиции невероятно сосредоточенным, потому что получить плохую позицию проще простого. Например, если вы сделаете ход КНБ6, вроде бы хороший контратакующий ход, вы ловите, слон бьет Ф7, КНБ7, ДНЕ, нужно отступать КНЕ на Е8. В целом, можно играть по-другому, но вы все равно попадаете под атаку, следует КНЖ5, КНЖ8, КНД5, ДНЕ, и вся игра белых строится на ходе Ф3, создавая угрозу мата. Персь Д7, КНБ6, еще везет, что есть такой промежуточный ход, слон Б4, С3, АБ, СБ. В целом, здесь можно остановиться. Очевидно, что белые даже не отдали никакого материала. У нас плохой король, разноцветные слоны белые, могут продолжать атаку. Надо отметить, что, конечно, более-менее грабельный ход ЕД. Перс Д4, КНБ6, модифицируя предыдущую идею, потому что, после этого, белые отступают слоном уже на Е2. В принципе, нету такой жертвы. Но, про эту позицию можно сказать то же самое, что я говорил о предыдущих позициях. Белые пожертвовали пешку, дальше они сыграют, например, на Ж6, то, что считается лучшим ходом. Слон Ж5, А3, нуля, у белых достаточная компенсация и шансы на атаку. Так что, единственный ход это А6. Черные должны защититься от угрозы, во-первых, КНЖ5, во-вторых, от того, что слон может на Ж5 развиться. И белые продолжают слон Е3. Как вы думаете, какой здесь нужно сделать ход, чтобы гарантированно получить нормальную позицию? И, в принципе, если вы внимательно слушали то, о чем я говорил, здесь нужно стремиться к длинной рокировке. Для этого нам надо убрать ферзя, убрать коня, убрать слона. И, исходя из этого, лучший ход С6. Почему? Потому что этим ходом мы готовим, возможно, сыграть Б5, ферзь А5. Поэтому, если включить движок и поставить его на большую глубину, например, у меня эта глубина составляла 46, то он покажет лучший ход А4 в данной позиции. Хотя, конечно, у белых есть и другие возможности. Как вы думаете, какой здесь нужно сделать ход, который гарантированно дает черным ничью? И этот ход, в принципе, неожиданный черный берут и сдают центр. Они играют Е на Д. Дело в том, что если вы сейчас уже начнете пытаться продолжить развитие таким ходом, как ферзь С7, с идеей конь Б6, то белые здесь неожиданно играют конь Д2. В принципе, после этого позиции сильно обостряется. Я не буду вдаваться в подробности. Так же ферзь А5. Наша первоначальная идея попадает под тот же ход конь Д2. И позиция очень острая. Но белые сейчас делают длинную рокировку, играть белыми проще. Поэтому мы играем ЕД. И белые, конечно, как можно быстрее развиться, играют ферзь Б4. А4, он бьет Д4 или конь Д4. Ну что ж, давайте поймем, ради чего мы отдали центр. И сейчас нужно понимать, что оказывается мы не хотим развиваться ферзем на поле С7. Вот это единственная партия, которая дошла до этого момента. Черные в ней сыграли Ферзь С7. И они могут получить проблемы после длинной рокировки. И в случае конь Е5, конь Е5, Е, Ферзь Д3. Проблема черных заключается в том, что они не могут развить слона. Например, после хода слон Б4 висит пешка на Ж7. И за счет давления по полуоткрытой линии Ж у белых опасная инициатива. Также белые хотят сыграть в этой позиции Ф4. Поэтому положение ферзя на С7 оказывается неверно. Надо отметить, что даже ход Ферзь Б6 не является лучшей идеей. Самое смешное в этой ситуации в том, что белые могут сделать длинную рокировку и даже после этого у них будет небольшой перевес. Но, конечно, это не обязательно. Белые могут сыграть Ферзь Д2, после Ферзь Б4 сыграть слона А2. Вы, конечно, можете задать вопрос, почему нельзя ударить пешку сейчас? Ну, после хода ладья Б1 позиция проэкрана, потому что на Ферзь А3 ладья Б3 будет. Почему нельзя ударить в этот момент? Причина та же самая. Тут, в принципе, у черных есть вход конь Е4, и они будут играть без фигуры. Но, в целом, вы должны понимать, что, учитывая то, что пешка на Б2 неприкосновена, то белые сейчас делают длинную рокировку. Также есть тактические идеи, такие как Е5. Поэтому новинка Ферзь Е5 это тот, извините, Ферзь Е7 это тот самый ход, который гарантирует черным ничью. Белые делают длинную рокировку. Ну, что ж, надеюсь, вы поняли, зачем мы играли Ферзь Е7. И вы сейчас делаете верный ход. И этот ход действительно конь Е5. Вы можете сказать, какая разница между положением Ферзиана на Е7 и на Е7. Мы это увидим через минуту. А пока давайте поймем, почему плох другой ход конем конь Б6. Все очень просто. Белые отступают. Дальше они планируют сыграть конь Д2 и Ф4. У нас огромные проблемы. Вот. Поэтому конь Е5 и белые бьют конем на Е5. Надеюсь, вашего класса шахматного достаточно для того, чтобы понять, какой здесь сделать ход. И действительно, конечно, это ход ДЕ. Потому что после Ферзь Е5 Ферзь Д3 условно оценка плюс 2 Ф4 и у белых очень опасная атака. И здесь у белых есть определенный выбор. Они могут отступить Ферзем на Д2, а также могут отступить Ферзем на Д3. В данном видео рассмотрим ход Ферзь Д2. И теперь я должен отметить, что когда вы включите движок, вы можете увидеть, что тут у черных есть два хороших хода. Но я буду рекомендовать только один из ходов. В принципе, вы можете подумать, какие эти два хода. И все-таки какой-то балл, скажем, получить за ход, который не является как по мне лучшим. Итак, есть ход СЛОН Е6. Этот ход также, согласно движку, показывает оценку 0.0. Но я не могу рекомендовать этот ход, потому что после СЛОН Е6 Ферзь Е6 белые, например, сыграют КРОЛЬ Б1. и позиция крайне сложная. Идет давление по вертикали Ж. Например, движок предлагает ход Ж6, белые сыграют Ф4. В принципе, конечно, это играбельно, но позиция обоюдоострая. Наверное, придется сделать рокировку, отдать пешку на А6. Поэтому моя рекомендация это ход СЛОН Ж4. Этот ход гарантированно ведет к ничье. И сейчас белые играют ЛОН бьет Ж4. Надеюсь, вашего класса достаточно для того, чтобы понять, что ход Конь Ж4 делается. И играют СЛОН С5. Как вы думаете, какой сейчас у черных лучший ход, который гарантированно ведет к ничье? И этот ход это ход Ферзь на Ж5. Дело в том, что можно, конечно же, сыграть Ферзь Д8. Опять-таки, позиция будет равна. Но давайте посмотрим, что будет. СЛОН бьет Ф7. Король бьет Ф7. И после размена на Д8. Позиция крайне нестандартная, потому что тут нужно сделать ход СЛОН Ф8. Единственное, не знаю, видели ли вы этот ход, если предлагали ход Ферзь Д8. И действительно, тут придется отдавать ладью за СЛОНа. И это окончание, которое возникнет, но равное. Но для этого вы должны увидеть данную тактику. Если вы увидели, молодцы. И если вы дальше сможете сделать ничью в каневом окончании. Но гарантированно к ничье ведет ход ФЖ5. Дело в том, что белым приходится сейчас играть СЛОН Е3. Ну и вы конечно понимаете, что если черные сыграют ФЕ7 после СЛОН С5 ФЖ5 это гарантированно приведет к ничье. Но поскольку это видео получится коротким, давайте попытаемся поиграть черными на победу, потому что в предыдущих моих видео говорили, как это у тебя везде ничья получается. Поэтому сделаем ход ФД8 в качестве эксперимента. И белые играют ФЕ2. Как вы ход, очевидно надо отступать Ферзем на то поле, чтобы защитить коня, это ФЕ8. Вы можете сказать, ну есть ход ФЕ4. ФЕ4 очень плохой ход, как минимум ввиду идеи КБ5 с идеей КЦ7. Поэтому надо играть ФЕ8. Белые играют ФЕ3. Они создали угрозу мата. Надеюсь вашего класса достаточно, чтобы понять, что ход пешкой Ф проигрывает. Поэтому единственная защита нормальная это КНЕ Ф6. Белые играют ФЕ3. Они создали угрозу ФЕ5. Как вы будете защищаться от этой угрозы? Давайте я просто вам скажу, какая вторая линия. Вы будете громко смеяться. Это ход Ладья H7. И после этого хода оценка плюс 2. Но на самом деле по-человечески нужно защищать эту пешку. Это можно сделать тремя способами. Два из которых проигрывает. Если вы сыграете ФЕ8, это проигрывающий ход, потому что Ф4. Вы испортили координацию, ваша Ладья на А8 не входит в игру. Здесь оценка плюс 4. Также проигрывает защита КНЕ Д7. Ввиду все той же неприятной идеи. КНЕ Б5. В принципе тут уже очень партия начинает напоминать Филидор против консультанта, если мы ударим. Да, поэтому остается еще ход КНЕ Г4. Это тоже КНЕ Б5 ведет к оценке плюс 2. Поэтому единственная защита это ход ФЕ7. Вы можете сказать, на ход ФЕ7 также можно сыграть КНЕ Б5. Надеюсь вашего класса достаточно для того, чтобы понять, что мы должны ударить. Белые ударят на Б5. И черные сыграют конечно просто нет. И белые играют слон бьет А7. Очевидно, что вы должны ударить на А7. А что еще? Дается шаг. В принципе здесь тоже выбора нет. КНЕ6, теперь Б3, КНЕ7. Ну и что произошло? Белые добились чего хотели изначально, когда шли на данную линию. Вы пытались уклониться от ничьи, но у вас этого не получилось. Но в целом вы старались. И может быть в следующий раз у вас получится поиграть на победу черный. На этом все. Спасибо за внимание. Предлагайте другие дебюты. Также пишите в комментариях сколько вам удалось сделать нормальных ходов и сколько партий вы проиграли. На этом все. Спасибо за внимание и до новых